Лекция 15. Искусство контрапункта. Простой и сложный контрапункт. Полифоническое соединение, которое при повторном соединении не содержит существенных изменений в мелодических линиях или их соотношении как по высоте, так и по времени вступления, называется простым контрапунктом. Повторное проведение может точно повторять первоначальное, но может быть перенесено в иную тональность, в другой регистр и даже в другой лад. Если такой перенос касается всех голосов, то контрапункт и в этом случае остается простым. Два фрагмента из инвенции Баха различаются только высотной позицией, тональностью и тем самым второй из них по отношению к первому представляет собой простой контрапункт. Часто, однако, при повторении полифонического соединения звуковысотное соотношение голосов меняется. Могут возникнуть и определенные строго закономерные изменения в самих мелодиях. Мелодии не только обмениваются регистрами, но еще и сделали полуоборот вокруг горизонтальной оси, каковы служат звук до. Весь мелодико-ритмический комплекс сохраняется, но все мелодические интервалы получили противоположное направление. Мелодии даны в обращении, иначе они называются инверсией. Контрапункт, содержащий в повторных проведениях существенные закономерные изменения в соотношении мелодий или в них самих, или, наконец, в том и другом одновременно, называется сложным. Существенный признак сложного контрапункта – возможность получить из первоначального соединения мелодии новое, производное. Таким образом, сложный контрапункт подразумевает неоднократное проведение полифонического соединения. Сначала звучит первоначальное соединение, а затем производное от него. Существует два различных вида сложного контрапункта. В одних случаях мелодии первоначального соединения сами по себе изменений не претерпевают, но меняется исходное расстояние между ними по высоте или по времени вступления, а то и по двум координатам одновременно. Мелодии как бы движутся относительно друг друга, и сложный контрапункт этого рода называется подвижным. В других случаях изменения касаются самого мелодического материала. Возможны и иные трансформации. Контрапункт с преобразованием мелодий в производное соединение называется преобразующим. Преобразование контрапунктирующих мелодий в производном соединении осуществляется двумя способами. Первое. Меняется позиция мелодия. Она словно вращается в пространстве. И второе. Пропорционально меняется ее величина. Она растягивается или сжимается. Строго сохраняя ритмические отношения между звуками. Одно позиционное преобразование наблюдается на примере обращения. Мелодия как бы вращалась вокруг воображаемой горизонтальной оси. Соединение данное в примере также можно дать в обращении, поскольку преобразованными кажутся две мелодии. Контрапункт будет называться дважды обратим. Другой вид позиционного преобразования – мысленный поворот мелодий вокруг вертикальной оси. При этом все звуки мелодии последуют в возвратном движении от последнего к первому. Это так называемый рокохорд мелодий или ее ретро-версия. Явление крайне редкое, поскольку уловить слухом связь ретро-версия с первоначальным видом мелодии смаза трудительно. Тем не менее, изредка встречается и такое преобразование, например, во второй фуге щедрена. Одновременное увеличение или уменьшение всех соединяемых мелодий не практикуется, потому что эффект – изменение темпа, но не соотношение голосов. Поэтому в двуголосии, например, меняется масштаб только одного голоса при сохранении первоначального вида другое. Виды сложного контрапункта нередко вступают во взаимодействие, придавая новые свойства развиваемому материалу. Художественный смысл сложного контрапункта в органическом единстве, подобии и различия, тождества и контраста.